Наш фильм не о том, что семья колхозного чабана приняла повышенные обязательства и увеличила поголовье овец в Атаре, которую они содержат. И не о том, что недалеко от их юрты колхоз организовал комсомольско-молодежную комплексную овсеводческую бригаду. Расскажем мы о том, начнем с самого начала. Поздно ночью Кастан вернулся в центральную усадьбу колхоза. Устал. Пойдем покормлю. Я собрала Каиркена, он едет в Алма-Ату учиться. Гнидого поили? Каиркен напоил. Я собрала Каиркена. Проводи брата. До станции. Сам разве не дойдет маленький, что ли? Не пешком же пошлешь. Ослик успеет отдохнуть до утра. Что ты говоришь? Родной брат же. Что случится с твоим конем, сынок? Разве ужинать не будешь, сынок? Устал. Положила три рубашки. Они справа. Когда снимешь, перешлешь посылкой. А я постираю, обратно вышлю. Две пары носок из верблюжьей шерсти. Свитер. Зачем столько хлопот, мама? Еще неизвестно, поступлю ли. Поступишь. Обязательно поступишь. А если не поступишь, приедешь домой. Главное, здоровье, сынок. Все обнюхиваешь. Заверни уж снова в пеленки. Хэр-кэн. Да, отец. Иди включи движок. Горючее кончается. Сами же не велели. Иди. Тастан, поговорить надо. Ну что решил? Отвечай. Я не возражаю, отец. Этот приз, думаю, я тоже заслужил. Хорошо, так и будет. Садись. Твою поездку придется отложить на год. Твои руки нужны в доме. Будут гости, значит, будут хлопоты. И со средствами в этом году туговато. На год позже станешь начальником. Я думаю, от этого никто ничего не потеряет. А что случилось? Мать объяснит. Информационного движения в Латинской Америке и во всем мире. Вы слушали информационный выпуск «Маяка». Послушайте популярную классическую музыку. Ты что так рано? Отец зовет. Зачем? Ехать к невесте. Разве не завтра? Отец говорит, сегодня. А я совсем забыл. Осторожно, много не крути. Ладно, не буду. Гони овец по зеленой щели. Пусть попасутся на влажной траве. Понял? Понял. Слушай, а кто твоя невеста? Салтанат, дочь Дукинбая. Салтанат! КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают. Это жена твоего брата. А почему вы не пасете овец вместе с бригадой? Тастан не хочет. Почему? А это ты спроси у него. А ты сможешь сделать клыш? А что это такое? Ну, вот такая сабля. Детская игрушка. Я их сотни переделал. А вот твой брат, кажется, не умеет. Почему ты так думаешь? Ну, я его попросила, он сказал, сама сделаешь. Сейчас сделаю. Держи. Ну, не сейчас же. Попозже. Сыграй лучше на дамбре. Хорошо. Сейчас. Что сыграть? Гоухартас. Песню, что ли? Да. Ты пой, я подыграю. Я не пою. Ну, тогда я сыграю кюй. Хорошо. Я сыграю. Рур 찬я. Отпускай. Чего уставился? Проезжай. Интересно посмотреть на единоличника. Как всегда, держишься за железку, а бадью ворочает женщина. Что, тебе делать нечего, что ли? Гоняешь пустую машину туда и обратно. Работающая женщина легко рожает. Ископаемый ты, Тастан. А что тебе мешает работать с нами, жить с коллективом, С тобой на равных, что ли? А ну, катись отсюда. Вон, отара идет. Сердитый ты сегодня. А, может быть, думать начал? Ну, давай поговорим. Ну, будь здоров, хозяин. Бездельник. А ну, поработай. Пойду приведу Гнедова, с утра не пил. Не пускайте баранов, пока Гнедония напьется. Он думает, что у меня столько же сил, как и у него. Давай я буду выливать. Ирки Бала, иди сюда. Посмотри. Оттуда мне улыбается другая, Салтанат. И сердится, когда я смотрю сердитое. Улыбнись, Ирки Бала. И он тебе улыбнется тоже. И... Я как-то показала тостану его отражение. И что он сказал? Ты ненормальный. Збруя красивая какая. Давай я подержу. Держи. Ой, какое тяжелое. Серебро. Сейчас возьму. Остан, сынок. Поторопись. Пока прохладно, доедем до урочища. Сейчас, отец. Зачем так много? Мы же на праздник Чайбанов едем. Надеюсь, накормят. Едешь на день, бери на неделю, говорит отец. Попей кумыс на дорогу. Ай-это. Ай-это. Не доедем. Не отставай, надо успеть. Хорошо. Когда вернетесь, тостан? Как только закончится, сразу и вернемся. Жди с Призом. Возвращайся скорее. Субтитры делал DimaTorzok А кто будет ставить? Сам поставлю. А пускать научу Кайркена, он мне поможет? Конечно, поможет. Поезжай к колодцу, он там. Ну, будь здоров. Счастливый путек, Сокол. Поезжай к колодцу. Желаю удачи. Здравствуйте, красавица. Доброго здоровья. Подайте что-нибудь попить. Жарко сегодня. А вы пройдите в юрту старших, там мама. А я бы хотел испить из ваших рук. Сумасшедшая. Ты его напоила? Да, мама. Бедный поперхнулся, не в то горлышко попало. И зачем только я согласился на эту неблагодарную работу. Не лапай, Неуч. А то повернешь чего-нибудь, потом возись. Оставь покой помпу. Сбрасывай доски и шланг. И как вы только живете, без музыки, без кино. У меня есть домра, и вы знаете, я неплохо играю. А кто под твою музыку танцует, а? Бараны, что ли? Бараны? Да, могли бы танцевать не хуже вас. Я видел, как вы кривляетесь. Ты, наверное, и забыл, с кем ты разговариваешь. Тебя что, не учили уважать старших? Вот скажи мне, кто ты? А? Я сын обыкновенного чабана-единоличника. А я квалифицированный механик сельхозмашин. Сельская интеллигенция. Ты уважаешь специалистов? Я людей уважаю. Ставь подставку. Слушай, Кайрикен, со свадьбы ничего не осталось? Шампанское или вино сухое? Ничего не осталось. Неужели все выпили? Остатки раздали гостям, для тех, кто не смог приехать на свадьбу. Саркать, значит. И себе ничего не оставили? Ничего. Слушай, достань хотя бы сигарет. Я свои дома забыл. У нас никто не курит. Жаль. Не коснулось. Вас цивилизация. Да, такая не коснулось. А красивая у тебя сноха. Как могла такая красавица выйти замуж за твоего брата? Такая жена не тостана. А могла бы украсить лучшего джигита. Красивого. Вы пришли сюда мотор устанавливать? Или не будет она с ним жить? Может, ты на это и надеешься? А? Прямой расчет. Что вы сказали? Или ты уже сейчас уяваешься вокруг ее юбочки? Возьмите свои слова обратно. Возьмите свои слова обратно. Уйди, прибью. Возьмите свои слова обратно. Пошутил. Возьмите свои слова обратно. Да почему я должен работать на вас? На ваших овец собственных. Да пошли вы к чертовой матери. Им делаешь добро, а они шуток не понимают. Семья сумасшедших. Делайте сами. А я, я умываю руки. Что с тобой? А где этот из бригады? Уехал. Что он тебе сказал? Сказал, что кончились сигареты. Он еще приедет? Не знаю. И не надо. А мотой мы установим сами, когда приедет Астан. Правда? Угу. Каиркен. А где овцы, мама? В Султанат погнала. Я тоже побежал. Куда ты поешь как следует, сынок? Колодцу. Мне надо еще успеть мотор установить. Не могу насмотреться на ясный рассвет и наслушаться песен твоих не могу. Ступаешь, словно кони гривой по земле. Драгоценный камень. Имя твое Гаухартас. Султанат погнала. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я сказал бригадиру, что он уже работает. Если она узнает, что я ее обманул, да она с меня голову снимет. Сопляк. Возьмите свои слова обратно. Взял. Взял? Поедем, а? Мотор уже работает. Как работает? А кто ставил? Я, Салтанат. Молодец. Молодец. И тостану не скажешь, да? Вот Кобяке работает наставником в комплексной бригаде Коксу. А почему бы вам не слиться с бригадой Айши? У вас опыт, а у них молодой задор. Портор. Ты, наверное, прав, Порторк. И годы уже не те. Оно с людьми, может быть, и лучше. Но... Пусть решает тостан. Работает он. Да. Он слышал наше предложение, и пусть ответит. Отвечай, сын. Чабан – это не профессия, это призвание. Она в крови. Я родился в Чабанской юрте так же, как мой дед, мой отец. А что такое комплекс? Конечно, это наука, техника, коллектив. С мотором у колодца, с электрическим светом удобнее. Но почему я должен делить свой труд с этими мальчиками и девочками, которым прежде всего подавай удобства и развлечения, когда они смотрят на этот сундук, телевизор? Они забывают все. Им разве да, овец? Но отдыхать тоже нужно. Я не устаю от работы. Получаю удовольствие даже от усталости. А к вам некоторые идут ради справки для института. Учиться просто необходимо, это только для пользы дела. Ты знаешь, что такое отпуск? Трудовой отпуск, которым ежегодно пользуются члены комплекса. Правительство оценило мой труд. У меня орден. Каждый год получаю призы. Одних приемников. Вон, шесть штук. Правда, они не работают. Нет батареек в автолавках. Не думаешь ли ты о том, что будущее все же за комплексом? Профессия чабана-одиночки уходит в прошлое. На мою жизнь хватит. На жизнь сыновей моих, думаю, тоже. Я думаю, твои дети будут управлять техникой, а не махать чабанской палкой. Ты со своих позиций Тастан прав. Каждому по труду. Но ты не прав по большому счету. По задачам нашим. Я думаю, ты это пойбешь сам. Вот когда пойму сам, или члены комплекса сравняются со мной по труду и... Твоя семья имеет денег больше, чем мы. Но есть такое слово надо. Тебе это трудно понять. Я никаких законов не нарушаю. Если получаю больше, то трудом. Я даром хлеб не ем. В чем вы меня обвиняете? Извини, Тастан. Я не хотела обижать вас. Я думаю, этот разговор пока бесполезен. Поздно. Поедем, наверное. Поедем. Оставьте нас одних. Сиди. Мне с тобой поговорить надо. А ты, Тастан, иди проводи гостей. Хм. Это вашим девочкам гостинец. До свидания. До свидания. Это вот вам, пожалуйста. До свидания. До свидания. Большое спасибо. Спасибо за гостеприимство. До свидания. Слушай, секретарь, а ведь придется еще раз разговаривать с Оксанком. Если я буду говорить откровенно и скажу обидные слова, прощения просить не буду. Не жди. Ну что ты, Кабен? О чем ты говоришь? Когда твой отец, покойный Сарсенкул, помогал раскулачивать Мессербая, мы с тобой на весь аулы рали, что мы тоже большевики. Радовались власти бедняков. Не забыл? Такое разве забудешь? А сколько крови пролили мы за нашу власть в прошлую войну? Сколько шрамов мы носим на своем теле? Или они уже сгладились? Отвечай, я спрашиваю. Нет, не сгладились. А сколько поту мы с тобой пролили за восстановление нашего хозяйства, коллективного хозяйства, а не личного. Не твоего, не моего, а нашего. Или ты уже не ощущаешь вкус соленого пота, который разъедал наши глаза? Я не украл. Я честно работаю в родном колхозе. Нет, не честно. Ты потихоньку превращаешься в Мессербая. Кого ты оставляешь после себя? Собственник Атастана? Когда будешь умирать, пожалеешь. Еще не поздно. Опомнись. Ты сказал жестокие слова, Кабе. Я стараюсь держаться, от других бы я не потерпел. У нас в семье всему голова Тастан. Он привык везде быть первым. Это его характер. Он не хочет идти в комплекс. Не ври. Седой ведь уже. Кабеке, ехать надо. Сейчас иду. Тастан может обойтись без собственных овец. Но он как первый, как лучший, нужен тебе. Ты прикрываешься его именем. Мне стыдно за тебя. До свидания, Курдас. Выздоравливай. До свидания, Аксакал. А тебе, Тастан, скажу одно. Мне 60, а тебе 30. Вот и старее меня. Дай Бог тебе здоровья. Здравствуйте, апа. Здравствуй. Опять мотор привез. Зачем вам второй? Повестку привез для вашего младшего. Ассалам алейку, Максакал. Аксалам. Опа. О какой повестке ты говоришь? Что? Вашего Каиркена в военкомат вызывают. Служить. Он же совсем еще маленький. Господи. Как же без него-то? Перестань. Один твой, что ли, служит? Нашим двоим тоже прислали. Вот здесь распишись, Аксакал. Долг мужчины должен выполнять мужчина. Он тебе окажется еще маленьким. Ему 18 лет. Жизнь увидит. Уму-разуму научится. Хорошо, что его призывают. Тебя призывают? Призывают. И когда уходишь? Через месяц. Мы будем скучать. Очень. Перестаньте. Дайте отдохнуть. Радио хоть можно послушать? Выключите. Ушел. Сейчас уснет. Спой, Салтанат. Спою. Салтанат. Спой, Салтанат. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Может, махнем в бригаду, а? Тастан будет спать, а маму мы предупредим. Ну как, потанцировали? Ну, теперь встать. Пошли. Пошли. Тяжело нам будет без Каиркена. Уже к Сен-Вае была проверка. Еле-еле свел концы с концами. Дождемся ли мы его возвращения? На базар надо было бы съездить. А где Султанат? Они ушли в бригаду. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ушла. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Ну вот всегда так, я с тобой разговариваю серьёзно, а ты какую-то ерунду унесёшь Я тоже говорю серьзно, ты не слышишь как поёт стит? А вот Эркебана слышит Кайркен, что ли? Угу Ты бы знал какие он слагает стихи Да А ну-ка поэт гони овец Давай, давай Ты ведь понимаешь красоту. Понимаешь, что гнедой тебя красавец. Гриву, седло украшаешь. Просишь сделать кисть для гнедула. А вот красоту, которая тебя окружает, не понимаешь. Красота должна быть понятной. Тогда она красота. А разве я некрасивая? Ты жена. А моя жена... Не может быть некрасивый. Тастан, спой, пожалуйста. Чего? Спой, я тебя очень прошу. Пойдем сегодня на озеро. Мне очень хочется искупаться ночью при луне. Что? Простудиться хочешь? Дети, говорят, родятся красивыми. Да. Угу. Это хорошо. А ты во что играл в детстве? Я ловил сусликов. За каждую шкурку платили 50 копеек. Отец купил мне хромовые сапоги. А я всегда играла в маму. Ягнят пеленала. Они не лежат в пеленках, а я плачу. А потом родился братишка. Тастан, иди сюда. Тастан, нельзя побывать в воде и не искупаться. Желания не сбудутся. Ну, дастан! Ну, дастан! Ну, дастан! Ой, устала. Спасибо. Ой, спасай. Ой. Я тебя обманула, ты не сервишься? Я так хотела, чтобы ты искупался. Солданат! 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 Где ты была? За волком гонялась! За волком? Ну да, твой брат говорил, что в лунную ночь волки к загону не подходят. Ночью я услыхала шум в загоне и увидела волка. Гнедой был под седлом, я не удержалась. Жаль, ружья не было, я бы его в скалы ускакал. Слезай с коня! Я отведу его домой! Зачем? Я сама? Если тостан увидит тебя на этом коне... Папа! Это ты гонял Гнедова? Гнедова? Да. Я так и знал. А Султанат взяла на себя. Чтоб тебе до сих пор не научился ценить добро. Гнедой это конь. Разве тебе сидеть на нем? Вон лошадь! Или не по нраву, что ли? Что стоишь? Иди обедать! Что случилось, мама? Зачем? Зачем вы касались его коня? О, Господи! Как он мог! Как он мог! Султанат! Где Султанат? Султанат! Что с тобой? Он ударил меня. Что с тобой? Я зарежу этого коня! Не надо! Пусть попробует меня ударить! Не надо, сынок! Отпусти меня! Все равно зарежу! Отпусти! Не надо, сынок! Отпусти нож! Не надо! Не надо! Ах, не ори! Солдат уже! А ума не на грош! Зарежешь безвинные животные! А дальше что? Ох, боюсь я за тебя! Не сможешь ты быть мужем своей жены! Женишься на одной из тех, которые еще в девках мужские штаны носит! Она тебя платок наденет! Не буду я жить по-вашему! Не буду! Живи по-своему! Скорее поумнеешь! Все равно не буду! Не ходи к Султанат! Она не нуждается в вашей жалости! Султанат у되,! Чего встал? Думаю. А работать кто будет? Можно задать тебе вопрос? Если не можешь не задать, задавай. Вот живут два человека, он и она. Оба красивые, оба умные. А жизнь у них не получается. Почему? Это ты о ком? О тебе, о Салтанат. По-моему, это потому, что ты нечестен с ней. Со мной нечестен. Хватит! Не кричи! Салтанат тихая и ласковая. С тех пор, как она у нас, мы стали слышать смех в доме. Посмотри, как изменилась мама. И отец стал мягче. А ты, муж ее, которого она любит, ты один жесток с ней. Мне некогда нежиться. Я работаю. И я работаю. Вся семья работает. А призы получаешь ты, один. Вы три сопли. Жаль, что ты ребенок моей матери. Иди работай или шпарь домой. Нет в тебе ничего мужского, кроме штанов. Много ли нарубили? Да вот ничего, своз будет. Ветер усиливается, как бы беды не было. Хэркен, иди сюда. Скачи в центр. Зайдешь к председателю в контору. Если его не найдешь, иди домой к нему. Передай, чтоб корма завезли к зимовью. И чтобы дом отремонтировали. А то пол рассохся. С сырыми досками застелили бездельники. И еще передай, чтобы горючее завезли до движка. Не мямли, говори от моего имени. И помни, чей ты сын. Скачи. И по пути заверни овец в кошари. А ты то стан грузи. Быстрее! Ну, что вы там возитесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще давай! Нет, больше ничего. Тащи оваша с машиной. Тащи овачен. Тащи овца. Тащи овачен. Тащища. Тащи овачен. Тащи оваченой. Тащи оваченой. Манатối к нам застели. А как? Тащи оваченой. Наконец-то хоть ты приехал. Почему? Не заночевал там. Отец велел вернуться. Ромок замерз. А где наши, мама? Несколько овец ушли из загона. Поехали искать. И Салтанат? Она тоже. Не послушалась меня. Одна? Да. Мама, дай мне что-нибудь одеть. Ты-то куда? Скорее. Ну что вы, все всполошились. На. Салтанат! 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 Хорошо, что Кэркен остался в центре. Он вернулся. Поехал искать Салтанат. Как? Зачем ты отпустила Салтанат? Почему сама не пошла? Она не послушалась. А? Доченька. 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 Ой. Ой. Задушишь. Раздень. Послушай сердце. Добрый вечер. Здравствуйте. Нас прислала Айша Сапаровна. Не нужно ли чем помочь? Передай ей наше спасибо. Несколько овец отбилось. Надеемся, что достанных пригонят. Это кто там? Что случилось? А мы их пригнали. Еще раз спасибо. Аскребек, иди домой. Скажи, что я Сапаровне, что я здесь задержусь. Быстренько разденьте ее и в постель. Сейчас. До свидания. Кто пригнал овец? Аскребек. Айша их прислала. Салтанат, плохо. Простудилась, наверное. Спит? Не знаю. Каиркен, садись на Гнедова, скачи за врачом. Постой, я сам. Отобьешь коню спину. У нее температура. Где она могла простудиться? Ночью был сильный град. Стихийные бедствия. Она в одном платье. Антибиотики обязательно. Она, видимо, испугалась очень. Отблагодари доктора. Пережила какое-то потрясение. Очень похоже на депрессию. Главное, покой. Ни в коем случае не волнуйте ее. Не оставляйте на ночь одну. Хорошо, доктор. Не волнуйтесь, поправится. Спасибо, доктор. Большое спасибо. На ночь успокоительная по схеме. Доктор говорит, что скоро поправишься. Главное, говорит, чтобы не поддавалась болезни. А мне государство зарплату платит, Аксакал. Неудобно получилось. По старинке живешь, отец. Аксакал. Как себя чувствуешь, дочка? Хорошо, папа Может быть, сообщить родителям? Нет, нет, не надо, чтобы они знали Вот я поправлюсь, и мы поедем с Тастаном Ты очень обижен на Тастана? Нет, он муж мой А почему ты не смеешься, как прежде? Не веселая Не знаю, Эркебала Хочу себя заставить Не получается Как ты засмеялась при маме Она заплакала Я ослабла очень Вот поправлюсь, все будет лучше, чем было Салтанат Ты Не любишь Тастана Люблю я его, Эркебала Очень люблю С первой встречи Он еще сам предложит мне проскакать на гнидом Предложит Я же не хуже его Умей сидеть на лошади Но я боюсь Чего? Привыкнуть к нему К такому Хорошо Хорошо Пройдемся по утренней рассе И мать земля болезнь твою на себя примет Нельзя поддаваться болезни Чаще касайся пятками земли Я уже пробовала подниматься, мама Голова кружится А мы будем ходить вместе Я тебе помогу Хорошо Хорошо Чувствуешь, как земля согревает твои ноги? Да, мама Эта мать земля отдает свою силу Тепло свое Тастан Тастан Что? Какие яркие звезды И как много Что? Звезды, говорю, яркие Тебе не хочется поговорить со мной? Ночью спать надо А мне так тоскливо Почему мы не можем работать вместе со всеми? Спи Тастан А почему Ксакал Кбен назвал отцем Исрыбаем? Ты куда, Тастан? Пойду посмотрю овец Не спишь, доченька? Не сплю И мне не спится Исрыбак Исрыбак Субтитры создавал DimaTorzok Все еще лежишь? Лежу. Как ты разговариваешь? Я спрашиваю, не лучше ли ей? Лучше. Лучше. Чаю дадут мне в этом доме? Пойду. Самовар поставлю. Жаль, что я не успела сделать кисть для Гнедова. А что? Мама говорит, послезавтра праздник. Аксакалу Бимбету 80 лет исполнилось. Поезжай, Тастан. Да. Да, жаль, что ты не успела кисть доделать. Не ходи к ней. Пусть поспит. Прохладно становится по утрам. Переезжать скоро будем? Скоро. Как вернусь, будем собираться. Тяжело вам будет одним. Я же скоро уеду. Справимся. Сходи к Салтанат. Как спала, дочь? Раскраснело что-то. Как ты себя чувствуешь? Тастан уехал? Уехал. Садись чай пить. Жаль, что Киркен не успел жениться. Мы бы вас совсем освободили от заботы. Киркен вернулся. Сумку подай. Что? Открой. Кисть. Заверни. Передай брату. И еще скажи. Не ты первый, сын мой. Не ты последний. Армия – это школа. Армия – это кусок жизни. Жизненной дороги, не пройдя которой нельзя стать настоящим мужчиной. Не на войну идешь. Идешь охранять мир. Так постарайся быть таким, каким был на войне я, каким был на службе твой брат Тастан. У нас есть имя. Береги его. Почему Тастан не едет? Уже приехали. Девушки отдыхают. Да это не писать. Я ж знал. Бензина-то болит? Вот так, да как всегда. Учись, конечно, все забыли. Это буквально что. Здравствуйте, апар. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, апар. Как ваше здоровье? Вы обращаетесь, ребятки. Спасибо. Вам город. Да ну что, у него все равно не надо. Киркен, давай скорее. Пожалуйста. Будь мужчиной. Спасибо. Это над волнением. Да. Подожди, Аскорбек. Тастанк скоро должен вернуться. Не могу, Апа. Военная дисциплина. Надо являться в срок. По коням! По коням! До свидания, Аскорбек! Арбуз! До свидания! До свидания, Арбуз! Держи! Беу-беу, Гаухартас. Беу-беу, Гаухартас. Здравствуй, отец. Здравствуй, мама. А кто это поехал? Это Кайеркен поехал в армию. Как? Кайеркен! Кайеркен! Стоит, 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 Стоит! Что, Стоит, Стоит? Молодец, Стоит! Ну, догнал. Да. Попрощался. Как ездилось, сынок? Хорошо, отец. Подарки, приз привез. А где Салтанат? Салтанат увезли в больницу. Рушан помогла, спасибо ей. Вертолет прилетал. Попрощаться. Эй, парень! Здравствуйте, Ага. Яйша. Какая Яйша? Бригадир ваш. А, Айша Сапаровна. Она дома. О, вон она сюда идет. А где ваши овцы? В горах. Их еще не пригнали. Понятно. Вот уж кого я не ожидала встретить у себя. Здравствуй, Тоска. Здравствуй, Айша. Ты такой нарядный. Давно я тебя таким не видела. Твое посещение делает нам честь. Мне не до шуток, Айша. Ты же знаешь. Знаю. Сочувствую тебе. Мне Раушан рассказала. У меня серьезный разговор к тебе. Ну что ж, пошли в дом. Кстати, посмотришь, как мы живем. Даже не выключили. А я уже здесь. Что значит техника? Если будет трудно, Айша поможет. Я договорился, отец. Ты что, перебираешься к ним? Еще не знаю. А как быть с овцами? Со своими? Решайте сами. Смотри, сынок. Как бы не пожалеть потом. Ведь жить тебе. Нам с матерью немного уж осталось. Ты к Салтанат? Да. Поезжай. И скажи, что мы очень тоскуем по ней. Не уберег ты ее. Я же ваш сын, отец. Если бы в жизни все решалось волей отцов. Если бы дети жили как родители. Не замрет ли жизнь на земле? А? И напрасно ты меня упрекаешь. Так ни разу не поездил. А может быть, продашь? Плачу как за новую. Плачу как за новую.